Итак, всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на мой скромный канал. Сегодня я к вам с офигенными, шокирующими и негативными порциями новостей. Как вы поняли, сегодня будет три вида новостей. Первое, какими новостями поделился с нами админ на Dream. Поверьте, это крутяк, это просто сносит башку. Кто еще не знает, вы будете в приятном шоке. И я объясню, почему стоит играть сегодня именно на Dream, а не на каком-то другом сервере. Вторая новость просто шокирующая. На кого Innova подала в суд? Кто еще может быть не в курсе и не знает, то Innova купила шведская холдинговая компания по производству видеоигр Ennett Global 7, базирующая в Стопгольме. Холдинг выкупит 100% акции, я думаю, фактически ни для кого это не было новостью. Цена сделки 110 миллионов евро, сделка будет завершена к концу 2021 года. Но к чему я клоню? То, что все ждали каких-то изменений, либо никто не знал, какая будет реакция у новых владельцев. И она последовала. Новое руководство подало в суд на очень много топовых серверов. И об этом всем поподробнее. Приятного просмотра. Поехали. Итак, в начале про Innova. Если кто еще не знал, то 24.06.21 Innova подала в суд на много фришек. И будущее теперь над этими серверами, которые я перечислю, сгущаются тучи. Скорее всего, они как правообладатели будут требовать либо закрытия, либо каких-то там сдержек, либо ограничений. Ну, в общем, непонятно, чем это еще закончится, о чем договорятся. Но сейчас я вам перечислю, вы увидите на экране и само заявление, и сервера, на которые подали в суд. А именно, Project Essence Club, Valhalla Edge, на минуточку, LaDwar Reborn, Shock World, E-Global, Astereos, Beyond. Это просто космос. То есть, самые топовые серверы. Не знаю, почему там нету того же Скрайда, может, еще каких-то серверов. Но в плане одних из самых ярких заявлений, это прям E-Global, RPG Club, Beyond, Reborn. Очень крутой сервер. Как шокворд, Astereos, ну просто Valhalla, это просто сносит башку. Если кому будет интересно, ссылку я оставлю в описании. Чем эта история закончится, непонятно. Ну, я думаю, от определенных из этих сайтов мы узнаем, как это будет развиваться и к чему все это будет идти. С этой новостью разобрались. Действительно, это было шокирующе. Второе. Самая крутая сейчас новость для тех, кто играл или играет на LaDwar Dream. Первым я бы хотел поделиться, почему сегодня стоит начать играть на LaDwar Dream. Да, сервер недоработанный. Да, там много кучи багов, лагов, каких-то недоработок. В общем, ну, бед-то много. Но, вчера 3.07.21 я стримил. И под конец стрима, кто был на стриме, те видели, что я зашел на лука. Наконец-то собрал лука. Взял DM активный и пошел драться. И убить ММА у меня не получилось. Вообще. И я сгорел. И я сгорел, начал говорить грубости, гадости, всякую дичь. Заранее хочу извиниться перед админами. Мне очень неудобно, потому что ваша реакция была адекватной. Моя, к сожалению, нет. Поэтому я прошу прощения официально у ребят с Dream. Потому что вы отреагировали максимально корректно. Поэтому меня простите. И я надеюсь, я больше таких гадостей говорить не буду. Просто по-человечески. Никто меня не бил, не заставлял, не вынуждал. По-человечески. Я вел себя неправильно. И в будущем буду стараться вести себя адекватно. Но объясню, почему у меня была такая реакция. Потому что я надеялся на лад во Dream. Я уже почти забил на линейку. Я понадеялся на Dream. И, к сожалению, лук меня не оправдал. Там был шок. Вы увидите чат. И под самый конец, когда я бомбил, зашел админ. Вы увидите это на экране. И выдал нам просто шокирующую новость. Я прям в это даже не поверил. Просто красавцы. Реально Dream достоин уважения. Первое, почему стоит сегодня начать играть на Dream. Это потому, что все-таки админ вернет нам старый добрый Dream. И будет все как раньше. Но это мейн сервер. И когда сейчас сервер не загружен. Когда сейчас можно свободно прокачаться. Без сопротивления одеться. Потом онлайн сюда вернется. И я уверен, здесь будет топовый онлайн. У А2 Dream по-любому будет развиваться. И пусть первый старт, первый блин это ком. Но в следующих стартах я больше чем уверен, что все вернется на круги своя. Вернется онлайн. Если на Олде был тысячу, то я уверен, здесь и под две тысячи будет. Это будет круто. Кстати, Dreamа слава богу в том списке я не видел. Слава богу. Я имею ввиду список про заявления о суде. Поэтому, если вы по-прежнему ищите толковый сервак. Именно сегодня надо начать. Что потом, когда появится онлайн. Когда будут слияния. Вы уже были одеты, готовы, без сопротивления. Пока что не всяких. Вы будете готовы вступить в неимоверные схватки. Крутые бои. Кто смотрел старые обзоры, те знают, что на Dreamе очень круто держится онлайн. По два месяца. Там вообще стабильно круто. Даже сейчас на Олде, при стартовавшем новом сервере, там тысяча онлайн. Это крутяк. А теперь перехожу кратко к тому, чем ошарашил даже меня админ. Ребята, кто с Dreamа, вы будете в шоке. Админ назвал старт нового сервера, который будет 2 октября. Предполагаю, что дата может меняться. Ничего страшного. Ну, всякое может быть. Это уже я дополняю. Но админ произнес дату 2 октября. Новый старт сервера. Самое шокирующее и крутое, наконец-то админ нас услышал. Вернуться 34 плюс 4 слота под баф. Представляете? За счету админа, скажу, он молодец, что попробовал 20 плюс 4 слота. К сожалению, эта идея не выгорела. Много, много получили критики. Жалоб я тоже был этим недоволен. Там очень было неудобно. Ну, честно скажу. Очень неудобно играть с 24 слотами. Жутко как неудобно. Прям страдаешь, особенно когда там встречаешься. Сначала дерешься с TH-шниками, потом попадаются маги. И ты просто бессилен. Или наоборот. Ужас как. И админ услышал. И он возвращает 34 плюс 4 слота. Это просто крутяк. Также на днях, в ближайшее какое-то время, я не буду называть даты, выйдет новый патч, который должен отключить софт. Это неимоверно круто. То есть, они потихонечку, постепенно налаживают и возвращают сервер. Я лично для себя дал, я уже неоднократно говорил, серверу год, чтобы привести его в порядок. Я для себя дал год. Я, наверное, дам и больше дрима. Потому что я знаю, что эти люди умеют. Они могут. И они сделают. И они вернут нам супер крутой сервер на новом клиенте. И избавятся от всех проблем, которые все бед. И подарят нам самый лучший сервер интерлюда. Я в этом просто уверен. Именно поэтому вам стоит сегодня продолжать играть на дриме. Также, на следующей неделе обещали первые ТВТ. Потом сделать дизмач. Потом CFT, ЛХ и ГВГ. Что такое CFT, ЛХ, я не знаю. Просветите меня недалекого. Но ГВГ это будет крутяк. То есть, работа кипит. Админы признались. Они говорят, ну, мы вернем. Вот посмотрите, почитайте чат. Я в конце вам его покажу. Они обещают вернуть наш старый дрим. Говорят, просто потерпите. Мы не все успеваем. Ну, не все так гладко, как хотелось бы. Но они очень стараются. И вот, когда я бомбил, админ отреагировал максимально корректно. Он меня остановил. Он сказал, давай разберемся. Давай все сделаем. Все поправим. То есть, эти ребята парятся о своем проекте. И за это я их и люблю. Еще раз говорю, админы, простите меня за неадекватную реакцию. Кто был тогда на аккаунте ЛАДВА Дрима, я прошу прощения. Ничего плохого я не имел в виду. Мне стыдно за мое поведение. Сорян. Ну, я буду максимально стараться вести себя корректно. Просто по-человечески. Поэтому, кто играет на дриме, просто это бомбические новости. Новый старт 2 октября. Возвращать 34 плюс 4 слота, к сожалению, я может не увидел. Может, админи ответил. Как скоро на старый сервер придут эти слоты 34 плюс 4. Вырубают софт. Наконец-то дошли руки. Молодцы. Добавляют ТВТ и прочие вот эти движухи. Наш дрим потихоньку восстанавливается. Это крутые новости. Я вам обещал 3 новости. Третья новость негативная. Но на нее, к сожалению, нет времени. Да и нафиг. Это была шутка. В принципе, всем приятного настроения. Всем удачи, ребята. Играйте на лучших серваках. Вы достойны именно лучшего. Поэтому, кто подгорал от сервера, я вас прошу по-человечески. Я вам предлагаю. Играйте вместе. Буду стараться вам чем-то помогать. То есть, этот сервер, ну, я думаю, через год, может даже раньше, может позже. Он будет топовым. За ним есть будущее. Поэтому, всем удачи. Всего самого лучшего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok